Вот, смотрите, сколько у нас говнеца тут теперь. На поилке сидит птичка. Ну, это воробушек, конечно, все равно так здорово, правда? А водички нет, надо налить. Сейчас мы нальем водички. Собака выпила, она не достает, бедная, а пить хочется. Но если я выйду, она уже улетит, эта птичка. Ах ты моя сладкая, ты прилетела на водопой. Сейчас мы тебе водичкой нальем, сейчас. Пирожок страшный получился. Вот такой комплект продавали. Послушайте. Я, кто-то его оставил совсем не в нужном районе. Я его, естественно, подобрала. Вот они здесь продают вот такой, сейчас вам покажу. Вот такой вот половину кружочкой, да, вот с такими вот выемками. То есть это для того, чтобы разрезать тесто так. И потом мы как бы переворачиваем. И делаем вот так. И я повелась на то, что есть книжечка. То есть они здесь продают вот такой кружочек, пресс называется. То есть тоже это другого типа тарты. Может быть, вы знаете их, посмотрите. Вот они вот так вот выглядят, видите. Вот эти вот. С такими, такие кольца, бублики, да. Вот, короче, я повелась на то, что я увидела в интернете. Я это купила. Нет, я не хочу сказать, за что я там жалею. Нет, конечно. Что же теперь жалеть? Купила и купила. Но мне кажется, это будет не очень как бы нужная в хозяйстве вещь. Хотя, я же еще ее не пробовала. Вот так вот это все было уложено. Посмотрите. Ну, конечно, хорошая такая презентация. И здесь вот есть 22, по-моему, рецепта. То есть предложения начинок разных. Ну, конечно, можно сказать, что ой, начинки сегодня можно найти в интернете и все. Но, тем не менее, девочки, понимаете, вот когда есть такие вот брошюрки. Так, что я сегодня делаю? Я сегодня делаю тарт до сулей. Так, что посмотрела, что у меня есть в холодильнике. Так, так, так. Идею взяли, приготовили. Вот, поэтому я очень люблю. У меня вот таких вот маленьких брошюрок достаточно. Еще же я вам купила, девчонки, мои журналы. Один по моде, два по кулинарии, на именно, что предлагают на Рождество. Там тоже у меня есть две брошюрочки прикрепленных, были сразу журналами. Но на это выйдет отдельный влог. Сейчас я, конечно, вам покажу, что я купила. Секундочку. Смотрите, какое тут богатство. Короче, вот к этому журналу называется Регаль. Регаль – это наслаждение. Анри Галли, говорят французы. Видите, оно уже как бы вот специально к праздникам. Специаль фета. 110 рецептов, 110 рецептов. Короче, конечно же, это мне нужно пересмотреть. Я же вам не смогу сделать полностью обзор. То есть, подберу то, что я вам могу показать. Иначе, вы понимаете, мои обзоры будут. Часовыми и более. И они у меня и так часовые. И посмотрите. Ай-ай-ай. Вот эта брошюрка прилагалась к этому журналу. Я доплачивала 1 евро. Там так было и написано. Вот журнал стоит 4,95. Вот 5,95. Здесь все рецепты, которые делают с индейкой, с курочкой. Короче, с птицей, с уткой. Конечно, очень. Я уже просмотрела. Мне очень понравилось кое-что. Потом вот такой журнальчик называется «Авантажи». Здесь вот тоже, смотрите, специально для Нуэля. Но он такой, наверное, не полностью кулинарный. Тоже я его чисто пролистала. Есть, конечно. Здесь вот такие вот, понимаете. Не знаю, сколько тут будет их. Такие вот рецептики, которые, помните, у нас тоже были. Вот разрезаемые напополам. Не знаю, может быть, я заведу папочку отдельно. Потому что попробуй потом найди. Ну и потом послушайте. Есть кое-что другое. Вот видите, есть и косметика тоже. Тоже неплохо, кстати. Все в одном журнале. Вот поэтому покажу вам обязательно. И вот к нему была вот такая книжечка бесплатная. Тоже вот, видите, здесь праздничные какие-то салаты. Салаты, закуски. Потому что я вижу, что уже наши блогеры начали выставлять там 5 рецептов, 3 рецепта, там бюджетные рецепты на Новый год. Конечно, девчонки, я повторяться не буду, потому что я буду искать какие-то простые блюда, но все-таки, чтобы они были. Вот такой журнал Квизина, так и называется, Кухня. Специально в эти праздники. Тоже 100 рецептов для ревион. Это именно Ноэль, католическое Рождество. И вот такая вот, посмотрите, вкусняшка. Всего здесь вообще полным-полно. Поэтому, девочки, если тебе купить новый блендер, ну вот чтобы только для смузи, да? Ну, чтобы там была, может быть, опция какая-нибудь, чтобы тоже мясо можно было молоть. С другой стороны, видите, у меня вот этот вот большой вот робот. Там у меня есть и насадочка на овощи резать, и вот этот вот блендер. Я им, конечно, очень много сока томатного в том году делала и соус. Но такой огромный, друзья, вот понимаете, у меня вообще вот здесь места на столе нет. А когда его нужно вот постоянно уносить, заносить, вынимать, и все такое, конечно же, это нервирует, и ты им не пользуешься. Вот решила купить себе новый блендер такой, ну, чтобы был узенький на подставочке, да? И чтобы вот здесь вот его, допустим, поставить, и пусть бы он стоял. Я готовлю джинь-джинь, ну, не знаю, послушайте, хороший, надо 100 евро, жалковато мне. Сейчас вот на этом сделаю себе смузи. Яблоко, апельсин у меня тут есть, и растительное молоко. Посмотрю, как взбивает, ну, может быть, в следующем месяце. Ну, вот хочется мне, и все, зима идет, уже хочется витаминов. Ну, и раз я его достала, я еще себе тогда, может быть, блинное тесто замешу тогда уже. Я же изучаю все характеристики, уже сижу три дня, то и четыре, ищу себе типа новый блендер, но хочу мощный, хочу мощный. Вот здесь вот написано 1000 ватт. Написано 1000 ватт. Сейчас посмотрим, как он мне его замутит. Потому что там предлагаются блендеры, естественно, чем больше мощность, тем дороже он стоит. И, кстати, там такие порядки сразу, на дороже, что, мама, не горюй. У меня вот был вот один завалявшийся апельсинчик тоже. Уже, слушайте, столько всего предлагают. Вчера нашла такой блендер. Ну, все, там такой супер-пупер. Там аж 3000, по-моему, ватт мощность. Стоит 256 евро. Но продают его на сэдисконте. У нас такой французский сайт есть, который всю вот эту бытовую технику, вот эти все машинки. Короче, сайты типа Амазона. Только я считаю, что у него еще выбор бытовой техники, именно профессиональной, еще покруче, чем на Амазоне. Такой блендер-блендер там. Прямо, ну, все. И мясо он там вам крутит. И то-то он делает, и то-то он делает. Короче, я думаю, ну, что-то здесь не так. Продают за 51 евро. И вот такие вот, видите, у меня сушеная вишня. Или черешня, не знаю, что это. Вот так вот тоже жмельничку насыплю. Короче, что вы думаете? Самое главное, что описание там было такое, ну, не очень сильное, скажем. Чуть-чуть там, только мощность. Вот у меня, что вот я вам показывала, кокосовое молоко. Которое, это вот кокосовое масло, которое застыло. Я его добавлю, и вот у меня такое вот молочко из орешков. И, да, из орехов лесных. То есть молочко вежиталь. Сколько я добавлю тут? Ну, можешь нам попробовать? Ну, вот здесь вот пол-литра у меня получится, вот два стакана, да? Ну, давайте попробуем, если мало добавим. Везде сейчас эти блендеры, почему ещё хочу купить? Вот лето же идёт, летом у нас очень жарко, и мы, как бы, используем многое... А, всё, видите, запищал, подключился. Льда. Ну, то есть вот на такие прохладительные напитки, там всё. Сейчас я его включу. Чоку не включается. Секунду, друзья. Секунду, друзья. Ну, рогарда или коси? Вот таких вот два полстаканчика смузи. Если муж сейчас не захочет пить, я завтра выпью второй бокал утром. Как захочет. Вкусно, но вот эти вот ягодки, вот эту вишенку, он не перемолол. Вообще не перемолол. На этот раз крутую. Вы посмотрите, здесь варится вот это вот специальное такое приспособление, да? С помощью стаканчика. Короче, если я хочу яйца сварить крутую, то вот здесь вот есть градация. И я вот заливаю водичку. Если я хочу сделать... Сейчас покажу более свет. Если я хочу сделать яйца полмешочек, то вот оно здесь, видите, вот оно на серединке. То есть один, два, три, четыре, пять, шесть. Я даже сем яйца сложу. А если я хочу всмятку, то вот здесь вот внизу вот есть градация. Короче, вот сколько водички наёшь, насколько я есть, так и сварится. Ну что, девчонки, я накаркала себе. Не зря все дело выбирала. Короче, у нас сломалась вот эта вот пластмассинка. Плохо видно вам показать. Короче, он... Теперь этот стакан пропускает воду. Вот, я записала модель своего робота. Пойду сейчас посмотрю на сайте. Вдруг они продают запасные стаканы. Но когда я потеряла, вот допустим, винт от мясорубки на этом же роботе, я не нашла запчасть. Короче, у меня теперь останется только в этом роботе. Я могу замешивать тесто. И второе у меня, ну, для овощей. Ну, похоже, дело в том, что они не очень крепкие, потому что это пластик. Ну что, будем теперь дальше заниматься поиском. Высаживать вот этот вот белый лук. Мы его высаживаем именно на зиму. Его и продают вот перед зимой, осенью. Даже, я не знаю, он тут просто называется. Вот сейчас начнёт и спрашивает. Как, что, а то так и написано. Унион ду семенце. Качество. Так, грена. Так, и ничего здесь особенной и не написано. Ну вот, короче, вот этот лук мы высаживаем на зиму. И потом с нашими зимами он у меня будет, вот эта вот зелёная часть, будет всю зиму у меня. И я буду с ним готовить. А высаживать я буду вот здесь, вот возле теплицы. Здесь вот у нас растёт тимьян. Вот сюда. Муж привёз, насыпал мне как бы перегнившего навоза. Ну, послушайте, а вон там была трава вся. Он всё мне насыпал наверх. Ну, молодец. Сейчас эти травы как поврутся, попрутся этого навоза. Вот мне будет. Трава, девочки, я не знаю. Вот у меня муж, он очень быстрый человек. Ты хочешь навоза? Хочу. Пока я пришла, навоз уже насыпан на траву. Ну, вообще, жесть какая-то. Ну, ладно, сейчас буду сажать лук, а потом уже буду опять травы выдирать, когда будут расти. Ой, а у нас завтра, девчонки, обещают 20 градусов тепла. Вроде бы как и дождь обещают, но очень стоит тепло, конечно. Он никак не облетит это фиговое дерево, это инжирное. Ну, вот. Мне что-то как-то в этом году, как-то странно, ничего не хочу делать. Вот что-то делаю всё, конечно, потихонечку, а делать ничего не хочется. Не знаете почему? Смотрите, насадила лука, сейчас закроют и всё. И ещё вон сколько осталось, гляньте. Ну, наверное, вот сюда сейчас тогда подсажу, возле чабреца. Хоть муж и не любит этого. Ну, ладно, смотрите. Короче, вон сколько будет у меня этого зелёного лука перо. И потом я его буду вот так вот продёргивать. Но он здесь никогда не... Он не нарастает у нас большими луковицами, именно вот этот сорт. Он такой вот как специально предназначен для пера, для вот этого молодого лучка. Мы его потом жарим на планше. Тоже очень вкусно. Вот именно эти вот белые головочки, да, которые я вырываю. Ну, завтра, вроде, обещают дождь. Скоро и взойдёт. Смотрите, вот смотрите. Вот он там с прицепчиком. Ах, разъезжаются. Собака там прыгает сзади. Смотрите, смотрите, вон он машет. Смотрите, а это, а это. Гляньте, гляньте. Вон, видите, навозик. Ах, конский, вы посмотрите. Сейчас пойдём посмотрим, что он нам там привёз. Девочки, гляньте, ноябрь месяц. У меня растут кабачки. Ой, не кабачки, а тыквы. И самое главное, что есть плоды. Смотри, я в прошлый раз здесь ходила. Смотрите, один плодик. И где-то я ещё тут видела второй тоже. Не, ну вообще, послушайте. А вот, смотрите, гляньте. Это мускатная тыква у меня. И посмотрите, куда она пошла. Вообще странно как-то. Летом не хотела расти, а теперь он уже наросла. Вот какой у нас климат в Провансе. Когда что хочет, тогда и растёт. Вот мушмула моя хорошо взялась. Смотрите, видите, какая здоровская. А тут теперь... Ну, мы ещё рисян, бон фуми. Морис говорит, мне не нравятся эти какашки, потому что много соломы. А я ему говорю, а мне наоборот нравится, потому что много соломы, потому что солома – это золото для нашей вот глиняной земли. Да, порбелепстомарты. Он говорит, это чтобы выращивать красивые помидоры. Смотрите, сколько. Ночери мажут, ношу, и жутруга. Себуку дуля паим, и себун пурлятеры. Сравн, видите, у нас вот прицепчик есть. Миги, успокойся. Миги, а тось он. Это сейчас будет ему мешать. Он уже брят уже тоже всё убрал со своего огорода. Мориса ему потом будет возить навоз. И сестре будет его возить потом навоз. Да, слушайте, такая, если у него, смотрю в окно, такое, ближе к обеду, а было тепло-тепло. И мой такой, смотрю весь. Еще не смотрели эти шорты, эти качуа, все ли трюк, да? Смотрите, у него белая майка под кофтой. Ча ли эти шорт брян, как для фетты? Я говорю, покажи свою майку. И он снял эту кофту, жарко его было. Я смотрю, такой, с лопатой, в навозе, весь такой, в белой майке. Я говорю, ну вот для моего мужа работа это как праздник. Вот он всё время, он так, миги, смотрите, а это взяла кусок говна, будет есть. Нельзя? Лаша? Лаша? Не ешь. Лаша? Ах ты! Ну вот вы посмотрите на неё. Так девочки, как они связаны. Три сегодня прицепчика этого конского навоза. И вот мы вот сюда каждый год, сейчас вам покажу, чтобы туда не ходить, мы вот сюда вот всё время высыпаем навоз, и он у нас здесь как бы, ну, перегнивает, вот, и нам курочки вычищают всех вот этих вот червячков, всю вот эту нечисть. Он становится такой, знаете, потом такой, как этот, лёгкий, воздушный. Вот такой вот потом я его забираю себе уже туда в цветы. Такие они молодцы, труженицы. Вон-то уже солнце садится, они уже идут, вон пошли уже все к этому, к своему домику. Ирочка, ты меня спрашивала, кто построил этот курятник? Ну, конечно же, Маристу, кто нам построит курятник? Просто вы все, девочки, у меня не с самого начала канала. Я в самом начале показывала и всё рассказывала про этот курятник. А эти вот смотрите, какие красотули. Ну, вы обидите, смотрите, а вот там, вот под деревом, вон там, три курочки, да, темновато против солнца. Это новенькие. Вот они вот пока вот не подружатся, будут пастись отдельно. Ну, места много, пускай пасутся. Так, я пошла. Пошла лук сажать. Красивый закат, да, такой? Девчонки, знаете, что сделаю? Сейчас обрежу вот эти все бегонии и отнесу их, поставлю в теплицу туда, вниз. Вот у меня три гавшочка вот есть. Смотрите, как здорово. Бегония, мимоза, вообще. Вот. Здесь бегонии и клен мой, японский, и раблю. Вот потому что я их чтобы оставляла вот такие цветущие в теплице, и, во-первых, их нужно, и потом они все равно уже перецветают, и весной такие становятся усталые. А они многолетнички, поэтому я их в этом году сейчас срежу, может быть, даже сделаю букетик, посмотрю, и отнесу в тепличку. Скажите, это однолетник или это многолетник? Что мне с ним делать на зиму? Луна. Вот вам не видно, она растущая луна, еще такой, ну, совсем молоденькая. И вот тучи там прямо на нее так и находят. Наверное, завтра будет дождь. Ну, у нас вот звездочки горят уже. Вот. А я немножко сегодня почистила сад. И вот все, что у меня осталось, вот, смотрите, от более-менее приличной гортензии. Вот остальные все почернели, покоричневели, я их не стала, я их все выбросила. Ну, эти сейчас пойду дома поставлю, пускай высохнут. Будет букетик маленький. Вот я в своей гортензии, посмотрите, вот в этот бак, где стоят у меня орхидеи. Прямо все в цветах, в цветах. Воду в цветах, что мне муж подарил на день рождения нашей свадьи. Посмотрите, какие две ветки лилии. Вообще, обалденные. Смотрите, какой класс. Они уже начинают раскрываться. Слушай, так пахнут, так вкусно. Ой, какая красота. Гляньте, ой, надо не вымазать мне стол. Розы очень хорошо стоят. Вот сразу видно. Качумема. Сразу видно, что он меня любит. Смотрите, как хорошо стоят розы. Ха-ха-ха. Уже в запасухах вылезли новые веточки. Вот я ее, наверное, завтра уберу бутон, завтра, послезавтра. У меня есть корневин. Уберу вот эти вот старые листочки, оставлю только молодежь. Попробую поставить я в эту землю. Посмотрим, что даст. Ну, вообще, как бы, я с трудом в это верю, но посмотрим. Давайте попробуем. А теперь гляньте. Вот как красиво. Уже даже не знаю, как они будут стоять, девчонки. Ну, это так, чтобы не выбрасывать уже в это, как говорится, в мусорку. Ну, пускай постоят. А вот этот сапожек, девочки, я купила на Виде Гринье. Это, послушайте, это не просто керамика. Она, тетка, мне сказала, что там что-то такое, назвала мне какое-то что-то. Не знаю, что это. Ну, вот я его купила, этот сапожек, как сейчас помню, по-моему, за 1 евро. Даже 2 у меня было, но у нас был, когда это, котик маленький, он мне один сапожек разбил. Так что, вот время от времени я в него ставлю маленькие букетики цветочков. Ой, ну, здоровская, правда, получилась? Такой вот, классный.